чтобы развить телепатические способности слышали может быть телепатия телепатизм это ты можешь общаться на расстоянии с людьми можешь сидеть рядом и общаться телепатически может быть видели фильмы там еще что-то подобное это реально и возможно но это не то что ты допустим раз она у тебя появилась да такое редко бывает очень редко должно быть молнии долбануть по голове и что хотя возможно откроется один на миллионы может быть на миллиарды так вот обычному человеку тоже можно развить телепатические способности но для начала ты должен провести гигантскую работу чтобы эти ситхи появились и ситхи это способности или силы это тоже сила вот и может быть видели фантастических фильмах да про супергероев что телепатия это как сила здесь тоже самое ты можешь быть телепатом телекинез и все остальное то же самое все развивается и что тебе для этого нужно сделать для начала тебе нужно понять нужно ли тебе это да очень интересно и если уж ты решил что тебе это нужно ты начинаешь развивать себе телепатию и для начала тебе нужно очиститься очиститься внутренне и очиститься физически физически ты начинаешь очищаться от устранения для устранения для начала устранить все интоксикации это обязательно условие никакого алкоголя никаких наркотиков никакого табака чай кофе ну тоже интоксикация но можно оставить она как бы не влияет на изменение внутреннего состояния да вот как алкоголь к примеру и если ты решишь точно заниматься телепатией то это обязательный первый этап следующий этап это очищение ментально должен себя очистить то есть тело ты очищаешь уже уже перестаешь потреблять интоксикации обязательно нужно менять экспериментировать с питанием ну попробовать экспериментировать можно потом ментально очищаешься и ты должен себя очистить ментально заняться практиками осознанности заняться практиками психологическими психологические практики это они принципе это тоже практики осознанности но они более такие как бы можно назвать материальной ну в принципе это одно и то же просто люди по-разному это понимают когда но если ты закуклишься в религиозных догмах в религиозных практиках ты затормозишься на самом деле поэтому занимайся сразу осознанностью когда ты освоишь ну или будешь что значит освоишь когда ты будешь в процессе освоение осознанности у тебя постепенно начнет проявляться какие-то какие-то такие изменения допустим что-то начнешь ощущать что-то начнешь может быть даже видеть что-то начнешь улавливать например я чувствую иногда да я чувствую что кто-то умрет но я начинаю говорить о смерти начинаю людям об этом что-то тема такая поднимается какая смерть смерть там еще что-то и ощущаю что что-то должно произойти иногда чувствую смерть а где это произойдет хрен узнает может даже за сотни там тысячи километров моих как говорится знакомых или тогда дальше да то есть не знаю кто не могу это дело отследить мини пробую даже этого отслеживать просто чувствую что есть знаю что что-то допустим происходит я такой начали начинаю думал кому-то от позвонить звоню допустим у человека допустим там что-то происходит или какой-то там вопрос или еще что-то но это все начальник агрицы этапы да на ощущениях и ты не знаешь что этот прямо наверняка точно произойдет телепатия допустим да ты точно уверен и точно знаешь что происходит с этим человеком то есть этот процесс то есть самый телепатии да он нескор и он у вас будет происходить если вас молния грится и долбанет да он будет происходить медленно долго по мере наработок процессе осознанности и он будет все улучшаться 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 это как заниматься абсолютно чем угодно то есть ты становишься и вот то что нам показывают допустим телепатию да в идеале блин на самом деле это уже уровень ого-го вот наивысший уровень а ты к этому можешь прийти только там не очень скоро поэтому если ты хочешь заниматься телепатией развивай осознанность узнавай все что связано с осознанностью именно осознанность постепенно тебя приведет к пониманию ощущениям и она автоматически начнет тебя появляться но самое что интересное все такие думают я буду телепат и я буду без слов общаться допустим с тобой но я тебе могу сказать что когда ты уже станешь телепатом желание вообще с кем-то общаться у тебя отпадет по сути желание заниматься телепатией или еще что-то это жадность то есть ты хочешь силу скорее всего использовать корыстных целях потому что человек когда уже разовьется до момента когда он уже все это может делать ему по сути это уже нафиг не нужно потому что он уже выше всего этого а пока ты в самом низу и у тебя меркантильные цели что-то там узнать прочитать мысли все для себе для себя для себя да как говорится вот пока ты вот жадный тебе оно нужно а на самом деле когда ты уже достигнешь той чистоты что ты уже просто телепатические можешь это все делать да но она тебе уже будет так и нужно просто ты стал чистым и тебе это телепатая телепатия она нафиг не нужно будет на самом деле и общение эти такое телепатические она тоже нафиг будет не нужно ты станешь просто чистым так что думай нужно ли тебе или вообще телепатия она тебе нужна пока ты жадный пока ты эгоистичный пока ты меркантильный пока ты жадная скотина а потом он тебе станет не нужно и ты поймешь это только когда ты разовьешься до этого уровня так что так вот а все что нам показывают в фильмах да вот эти все супер герои там еще что-то все супер герой там развил способность там телепатии да и он пользуется этим как меркантильная скотина да жадная мерзкая скотина скорее всего это невозможно ну может быть если человек получит такую способность да и он не понимает для чего ее использовать он может конечно в меркантильных целях использовать а на самом деле человек который даст достиг достиг этого сам вот этого уровня до этих способностей у него вот эти похотливые жадные свойства они просто все от ватт в отвалятся понимаешь ты станешь всемогущим и тебе не надо будет владеть вот этой жадностью для кого-то там еще что-то как-то воспользоваться но изучайте занимайтесь учите что такое телепатия и постепенно вы процессе изучения этого очиститесь станете осознанным человеком пробужденным просветленным лак как говорится в руки